Всем привет! Рада вас снова видеть на моем канале Захотеть Похудеть. В этом сюжете мы затронем сразу несколько тем, а именно поговорим про фрукты, про сахарозаменители. И в конце этого сюжета я вам покажу 7 примеров моих завтраков, то есть моего утреннего питания. Итак, фрукты. Вчера получила, вернее под вчерашним видео пришло несколько комментариев, где мои зрители меня спрашивают, как же быть с фруктами? Очень сложно отказаться. Мои хорошие, от фруктов отказываться совершенно не нужно. Фрукты желательно есть утром и, конечно же, не так, что ты съела килограмм персиков или килограмм абрикоса или килограмм черешни. Но единственный фрукт, который нужно употреблять на диетическом питании с осторожностью, это виноград. У него очень высокий гликемический индекс и, естественно, он содержит много сахара. Сахар, соответственно, похудению не помогает. Еще один совет, я могу дать такого плана, чтобы сократить употребление фруктов, где сахара больше. Ну, к примеру, возьмем персик. Так, делайте фруктовые салаты, совмещая или с ананасом, или с грибфрутом, или с апельсином, или с мандарином. Во-первых, цитрусовые. Они помогают в процессе похудения, содержат необходимые витамины. И таким образом, если бы ты съела или два персика, или, к примеру, персик и киви, или же один персик, или два абрикоса и один мандарин, таким образом вы нейтрализуете сахар, который содержится в более сладких фруктах. И витамины получите, и процесс похудения не остановится. Итак, сахарозаменители. Абсолютно справедливо заметили мои зрители, которые смотрели мои ранние видео и видеорецепты, где я показывала сахарозаменители, которые я использую. Я готовила видеорецепты с использованием сахарозаменителя. И в последнее время я постоянно говорю о том, что я ем мед, употребляю мед. И даже если очень хочется сладкого, то я предпочитаю добавить там одну кофейную ложку нерафинированного тростникового сахара или же сиропа агавы в тот же самый йогурт или сверху на творожок, чем использовать сахарозаменитель. С чем это связано? Во-первых, сейчас все больше и больше появляется действительно достоверной информации относительно сахарозаменителей. Раньше ее было меньше, потому что, наверное, нужно было продвигать вот такой вот продукт. Плюс у большого количества населения имеются проблемы с лишним весом. И сахарозаменитель, он там имеет 0 килокалорий как бы. И люди покупались на это, покупая и используя сахарозаменители. Сейчас, слава богу, идет более открытая информация. И вот даже если взять сахарозаменитель аспартам, спорный вопрос, вызывает он рак или не вызывает, как бы кто-то доказал, кто-то не доказал. Но то, что аспартам вызывает головные боли, он может вызвать тошноту, он может даже вызвать депрессию, это доказано ни одним институтом научных исследований по питанию. Затем сахарозаменитель, который многие мне пишут, что я использую стевию. Стевия у, опять же, достаточно большого количества людей вызывает аллергию. Это также доказано. И это тот сахарозаменитель, который может вызвать расстройство желудка и кишечника, то есть диспепсию. И когда ты владеешь такой информацией, то начинаешь задумываться, то ли тебе взять чайную или столовую ложку меда, натурального продукта, который содержит, помимо сладкого вкуса, которого нам так с вами не хватает, еще и массу полезных веществ, или же того же самого кленового сиропа, или же сиропа агавы, чем есть дополнительно химию. Если вот мы внимательно вчитываемся в состав на этикетках, и так уже сейчас в продуктах достаточно всего вот этого химического, всех вот этих добавок, чтобы еще дополнительно подслащивать чай, кофе, пирожное, другой химии. Так что, девочки, я сейчас однозначно отдаю предпочтение натуральным продуктам, таким как мед или сладкие сиропы, чем сахарозаменителям. Ну, а сейчас приглашаю к просмотру тех, кому интересны завтраки. Опять же, было много вопросов по этому поводу. Я собрала это не мои завтраки. Вот, к примеру, с прошлой недели у меня есть такие видео, когда я каждый день там снимаю, что я ела на завтрак. Это видео различных завтраков. Я специально это сделала, чтобы вы имели представление, что я могу себе позволить съесть и рыбку, и ветчину, и кашку. Ну, в общем, девочки, смотрите сами. На завтрак у меня сегодня один овся на блин, самый обычный, по самому классическому рецепту. И сегодня он у меня получился не очень тоненький. Я обычно жарю два, но потоньше. И сегодня, ну, видите, самый обычный овся на блин, короче говоря. Затем буду есть я его, наверное, возьму пару ложечек меда акации. И будет чашечка кофе эспрессо. Вот такой сегодня у меня завтрак. Это один тост из хлеба с овсяными отрубами и злаками. Затем весом 40 грамм. Затем один кусочек нежирной ветчины. Я вам даже покажу сейчас, уберу огурчики, чтобы не сомневались. Весом 12 грамм получился. Но она очень тоненькая, девочки. Смотрите, она просто нарезана, практически прозрачная. И не знаю, сколько по весу, потому что не взвешивала. 5 кружков огурчика, чтобы придать такой вот свежести. Сейчас у нас 10 утра и я буду завтракать. В общем, после первого приема водички и до завтрака, я снова выпила большой стакан воды, 300 миллилитров. Затем у меня сейчас будет вот эта вот моя настойка. Это не чай, но это я ставила на ночь. Заливала тоже здесь, ну, немножко, наверное, меньше, чем 300 миллилитров. И чайок это каркаде с вот такими вот виноградом Изабелла. Очень вкусно получилось, девочки. Я попробовала, просто замечательно. Такой вкус, как будто морс. Если добавить немножко туда меда или какого-то подсластителя, то будет, ну, самый обычный морс. Очень приятный. Так, ладно, дальше 20 грамм кусочек бородинского хлеба весом 20 грамм. И яичница, которую я уже показывала, как я ее готовлю на сковороде с антипригарным покрытием. Порезала один помидорчик среднего размера. Помидор дает сок. Немножечко его присолила и вбила туда одно яйцо и добавила белок еще одного яйца. То есть, получается, два белка и один желток. И вот так вот лопаткой перемешиваю до готовности. И получается вот такая вот яичница. Ну и немножечко укропчика. Всем доброе утро. Сегодня на завтрак у меня будет ромашковый чай. Только что заварил, он еще не совсем настоялся. Затем два мандарина и йогурт с абрикосом. На завтрак у меня сегодня овсянка в порции 200 грамм. Варила я ее на молоке 2,5% жирности и добавила немножко ванилина. Также будет кофе эспресса. Хочу приготовить на завтрак бутерброд с малосоленой семгой. Это такой мягкий сыр, он с травками уже и прекрасно подходит для вот таких вот бутербродов с рыбкой. Затем возьму немного сладкого перчика и думаю парочку помидорчиков черри. Сразу хочу показать калорийность сыра на 100 грамм 241 килокалория. Я положила 2 чайных ложечки, там примерно 15 грамм. Так что получается вот такой вот сыр, чтобы вы не подумали, что я там использую какие-то жирные продукты. Что такой сыр на диете можно. И размазываю. Итак, затем разрезаю помидорчик. Где он тут у меня? Разрежу на 4 части. Помидор спелый. Ой, а второй откатился у меня. Сейчас посмотрю 2, буду использовать или 1. И порежу сладкий перчик. Витаминки полезны. Вообще, девочки, худеть нужно начинать с завтрака. Правильно говорят, что завтракать обязательно нужно. Так как и настроение поднимается, потому что что-то ты поел. И энергия на целый день. Ну и, конечно же, завтракать нужно тем, что хочется. Особенно, если вы так же, как и я, проблематичны в этом плане. С утра мне очень сложно что-то в себя закинуть. И поэтому я стараюсь всегда что-то такое придумать, чтобы было вкусно. Ну и завтраки, вы, наверное, уже заметили. Они у меня маленькие. Потому что с утра мне есть очень и очень сложно. И сверху положу помидорчик. То, вы знаете, наверное, одного помидорчика будет даже достаточно. Вот, смотрите. 5 минут. И завтрак готов. И как дополнение к завтраку, решила приготовить смузи. Здесь у меня уже порезаны 3 киви, 1 большое яблоко. И я добавляю 150 миллилитров вот такого вот сока. Мне подписчики из моего основного канала посоветовали, если покупать пакетированный сок, то только вот такой вот марки. Он без сахара, без воды, без красителей и без консервантов. Так, ну что, заливаю сорочок. И будем делать смузи. Ну вот и все. Теперь, можно сказать, мой завтрак готов. Итак, на завтрак у меня бутерброд с рыбкой, с помидором, со сладким перцем. И мягким творожком или сырком, как его правильно назвать. И вот такой вот большой стаканчик смузи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok